Добрый день, друзья! Меня зовут Лобов Андрей, я технический директор кооперации ресурс. И сегодня нас с группой активных партнеров и инвесторов пригласили в SovelMash, показали самые приятные моменты, огромное количество нового оборудования. Для меня самое приятное было вот это вот морозной зимой, то, что здесь подключили отопление. В прошлый раз, когда я тут был в ноябре, тут был ужасный холод, во всех углах стояли тепловые пушки, а сейчас я просто могу ходить в пиджачке, я даже смотрю, Жиль Бебер, наш африканский партнер, он вообще в рубашке ходит. Поэтому очень здорово, движуха видна, кругом работают люди, кругом что-то устанавливают, что-то делают. Мимо меня пробежал Дмитрий Александрович Дуйнов, бодрый, активный, поздоровался, сказал, все, мне некогда, я наверх, даже не смог обмолвиться минуточкой. Ну, понятно, что очень занятый человек на сегодня. Ну что ж, для меня, конечно же, этот Новый год интересен тем, что не только посещением SovelMash, но и тем, что в прошлом году были запущены, было запущено большое количество проектов во всех странах и я сейчас немножечко расскажу о том, что из этого получилось. То есть, к концу года мы посетили Македонию, там испытали наш лодочный мотор с двигателем ДА-95 и он показал великолепные результаты, ну просто потрясающие. Поэтому люди, которые там были, предложили мне запустить там два проекта, один с VIP-лодкой и новым мотором, который мы сейчас разрабатываем. Этот новый мотор, для нас изготовила компания SovelMash, это на базе двигателя сотого габарита, двигатель под номером 001, сейчас к нему устанавливается редуктор, это будет прямой привод через редуктор на винт и этот стационарный мотор, я надеюсь, в ближайшем будущем будет установлен на VIP-лодку в Македонии для проката туристов, которые могут за это заплатить. Ну что ж, там же в Македонии был оставлен наш лодочный мотор от компании Ресурс, который показал, на мой взгляд, потрясающие результаты и к нему было решено изготовить солнечную лодку. Мы встречались с директором компании солнечных панелей, которые сказали, что без проблем мы все установим, дайте нам только лодку. И также планируется запустить в следующем году, вернее в этом году, к весне, планируется запустить солнечную лодку для проката туристов. Посмотрим, что из этого получится, справятся ли те инвесторы, которые на это подписались, то есть это даже больше не инвесторы, а те предприниматели, которые работают на озере, которым это интересно, которые заручились поддержкой экологов. Самое главное, что озеро Охрид находится под защитой ЮНЕСКО. Но здесь, в Совелмаш, вы знаете, что существует, она была сделана самая первая, сертифицированная лаборатория, в которую мы от Виктора Арестова приобрели двигатель и привезли сюда, привезли его сюда и сейчас он находится в лаборатории. В ближайшее время мы закончим изготавливать к нему оснастку, испытаем, потому что нам нужны результаты сертифицированной лаборатории, нам нужны результаты моментов, графиков, нам нужно это все показать на заводе БАФ и предложить наш новый двигатель, тот, который спроектировала компания SPP Way High Technology, предложить для серийного производства и установки на небольшие грузовики. Вот, на этих грузовичках я уже даже покатался. На одном из таких грузовиков мотор уже был испытан, испытан был в России. Одна компания, которая выпускает электрические двигатели, электрические автомобили «Кенгуру», она попросила установить этот мотор и испытать его в деле. Было очень здорово, на мой взгляд, результаты очень хорошие. Двигатель имеет полное право на то, чтобы жить. Ну что, еще одна из интереснейших новостей. Группа инженеров и предприниматель в Колумбии, вот такой большой командой, связались с нами, попросили продать им, разработать и продать лодочный мотор для традиционной уже амазонской лодки. Та лодка, это длинные лодки, которые используют индейцы. На таких же лодках катают по амазонке туристов. И вот они используют моторы с прямым приводом, то есть прямой вал прямо от двигателя, с винтом идет в воду. Он тоже навесной, такой мотор мы разработали, отправили его в Колумбию. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим репортаж уже с амазонки. Посмотрим, насколько этот проект серьезный и возможно ли вообще сделать пробег по амазонке среди трех стран, как я думал после конференции. Это Перу, Колумбия, Эквадор, показать это всем, кому это будет интересно. Там же в Колумбии в ближайшее время мне обещают запустить солнечный трицикл. Тоже ждем вестей, обязательно об этом расскажем отдельным репортажем. В Индонезии после летнего моего посещения было закуплено дополнительное оборудование на солнечную лодку. Пока процесс еще находится не такой быстрый. То есть закуплено навигационное оборудование, готовятся к закупке солнечных панелей. Институт работает над софтом, который будет управлять этой лодкой со спутников. Надеюсь, они в скором времени тоже закончат этот проект и мы сможем о нем уже рассказать более подробно. Ну что ж, очень приятно, я думаю, это вот такие основные новости на сегодняшний день. Очень приятно было побывать здесь, познакомиться даже с некоторыми партнерами, которых я не знаю. Видеть это прекрасное здание, в которое я влюблен всем сердцем. Ждем, что будет сделано еще. Надеюсь, нас скоро пригласят еще сюда и мы увидим уже, что здесь все закончено и все работает. Спасибо за внимание.